Микс Ньюс И снова здравствуйте! Вот такое приятное событие у нас рождение, можно сказать, новой программы, которая, надеемся, вот этот пилотный выпуск, которому вы можете дать название. Программа, посвященная женскому счастью, любви, всему тому, что связано с женщинами, поскольку ведущая программы, главный редактор журнала «Люблю» Инна Авина у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Олег! Анастасия Змоловская также принимает участие в разговоре. Да, и Олег Пекин, я буду больше на кнопках, наверное, но как такой мужской взгляд на женские проблемы, может быть... А мы будем спрашивать у вас, Олег, вашего экспертного мужского мнения по некоторым женским вопросам. И у нас есть слушатели, которые могут принять участие в программе самым непосредственным образом придумать ей название. Для этого нужно отправить смс-ку на номер 29... Нет. 2-0-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. И ваши варианты мы будем экспертным нашим советом. Да, да, будем обсуждать, утверждать. А самый лучший вариант, который мы примем за название передачи, будет награжден большим и красивым косметическим призом. И приглашаем в редакцию журнала «Люблю» за этим призом. Ну, а пока ждем ваших предложений. Как может называться программа журнала «Люблю» на радио «Болтком»? Предлагайте ваши варианты, присылайте, ну, или там звоните, в крайнем случае, 6-212-93-9, 6-213-93-9, или пишите на номер WhatsApp'а 2-3-0-6-1-9-1. Как много мы дали разных вариантов. Просыпаемся, дорогие слушательницы. За рождение в прямом эфире это называется. Да-да-да, о, мы присутствуем. Да, практически при рождении. Рождение. Ну, а сегодня мы решили поговорить, начало Рижской недели моды у нас. Да-да, открытие Рижской недели моды. Прекрасное, красивое событие в мире женщин, ну, и частично мужчин. Все-таки многие мужчины моду создают, некоторые мужчины моду притворяют в жизнь. Очень многие мужчины моду оплачивают, так что, в общем-то, непосредственные участники. Да, непосторонние люди на этом модном празднике жизни. Что, как правило, радует нас на неделях мода? Это большое количество гостей. Приезжают дизайнеры из разных стран. В этом году точно так же ожидается, более 15 стран принимают участие. Это всегда очень интересно, любопытно. А еще это всегда прогноз. Потому что, несмотря на то, что у нас первый снег, всех поздравляю с наступлением зимы. И я думаю, что большая часть женщин вчера открыла шкаф со словами, ну вот, здравствуйте, снова снег. Снова нечего надеть. Какое безобразие, какой ужас. А на неделе моды мы обсуждаем весну и лето 2020 года. Ну это всегда такой вот парадокс. То есть ты, вот оно лето, вот зима, все в шубах, в сапогах, а уже босоножки и платье комбинации. Да, надо открыть шкаф и вытаскивать пуховик, пальто, искать сапоги с антресоли, да, и говорить, боже мой, опять я на полгода в эти теплые вещи, да что ж такое, почему этот снег. А вечером мы идем на модные мероприятия и смотрим на невесомые платья, на прозрачные топы, на какие-то такие воздушные вещи. Ну здорово это, жизнь полна контрастов. Это всегда такая подготовка идет, получается, что мы, как готовь с Аней летом, то же самое и здесь получается. Да, потому что в моде путь очень долгий. И на самом деле вот та коллекция весна-лето 2020, которую сегодня показывают дизайнеры на подиумах, у них в голове родилась еще примерно год назад, потому что они посещают выставки тканей, там покупают ткани для того, чтобы потом придумывать свои коллекции. То есть, понимаете, люди, которые сочиняют ткани, знают о 2020 годе еще примерно из 2018. Мне всегда очень интересны мысли тех людей, которые сочиняют ткани. Вот они предлагают дизайнерам огромные варианты, варианты, это очень всегда разнообразие большое. И вот дизайнеры, которые выбирают, понимаете, они выбирают фактуры, они, вот в моем представлении, это некий демиур, который решает, вот мы перейдем на мягкие ткани или жесткие ткани, в моде будет блеск или в моде будет матовая поверхность. Мы все это, скажем, это будет расшито камнями, перьями или там просто цветными нитками. А если один демиург решил, что он мягкий, другие у дого жесткие, вот как эти два демиурга там будут? А это называется у нас в мире моды, Олег, тенденции. Они бывают разные. То есть тренд будет, например, пух и перья, а второй тренд будет, например, космический латекс. А в итоге женщин вы будете встречать на улице в джинсах и в боках. Это, кстати, еще один вечный вопрос, потому что то, что мы видим на подиумах и вот, например, в глянцевых журналах, это всегда очень эффектно, всегда очень так вот тот самый космос, латекс, перья и стразы. А в жизни, до жизни доходит, ну хорошо, если маленькая перышка или там какая-нибудь вставка из латекса на кармане? Да, но тут уместно будет вспомнить классический, нежно мною любимый, я думаю, тоже многими фильм «Дьявол носит Прада». Помните, как она ей рассказывала о… Ступенье. Да, о том, как Ивсен Лоран придумал вот этот вот потрясающий бирюзовый цвет, который прошел несколько лет от подиума до масс-маркета, и теперь, показывая на главную героиню, она говорит, вы носите вот этот вот ваш светорок, купленный на распродаже за 9 долларов, но надо понимать, что для того, чтобы вы его приобрели, ну вот на обычный сезонный распродаж за 9 долларов, он должен был пройти огромный путь от того, что этот цвет, как он появился в голове у Ивсен Лорана, что он увидел, как он воплотил его в жизнь, и как вот эта вот вся линейка выстроилась в жизни. Это очень интересно. И вот то, что вот мы видим на подиумах сегодня, как правило, в жизнь не уйдет, ну вот так вот буквально. Подиум – это картинка. Это так же, как мы делаем женский журнал, для того, чтобы женщина немножечко из своей повседневной жизни ушла в какую-то такую мечту, в немножечко какую-то такую сказочную реальность. Мы же смотрим сериалы, да, вот мы представляем то, что вот эти вот герои, они важны, например, для нас. Я не знаю. Мне кажется, вот сериалы современные, они затягивают именно тем, что они нам предлагают какую-то иную, но очень такую реальность, как бы объемную, да. Вот, Олег, я не знаю, поддержишь ты меня, как киноман и человек, очень ориентирующийся в кино, современные сериалы. Правда, они предлагают очень такую яркую, альтернативную реальность. Ну, я скажу, да, потому что чаще всего фильму не хватает вот этого дыхания, может быть, возможности развернуться, потому что вот погрузить в глубину, вот погрузить в этот мир, это требуется какое-то вот долгое время, и сериалам это удается. Да, а потом мы смеялись над нашими бабушками и мамами, которые там годами смотрели «Санта-Барбару», а мы сейчас себя считаем очень продвинутыми, модными людьми, когда смотрим «Игру престолов», точно так же, да, сутками не отрываясь, сезон за сезоном. И также погружаемся в эту реальность. Почему я говорю о том, что она очень яркая и такая объемная? Она начинает влиять на нашу жизнь, потому что после бума «Игры престолов», вот особенно 17-18 года, на подиум стали выходить коллекции дизайнеров с цитатами из этого сериала. Представляете? То есть взаимное влияние. Не только реальность влияет на искусство, но и в обратную сторону. С отрубленной головой под мэшкой. Ну, практически. Ну, плащики были, угадывались такие очень явные. Потом вот эти шкуры кусками, да, вот на плечах воротники рваны, там «Здравствуй, Джон Сноу», и все это. Да, тогда было на подиумах очень здорово. И явно было видно. И такие вот платья такие очень сексапильные, тоже красивые, до того периода, когда Дейенерис еще одевалась по-южному, а не по-северному. Так мы ушли в Депри. Нет, но с другой стороны, говоря про кино, можно вспомнить, да, когда и Живанши с, господи, с Одри Хэбберн там практически задавали тон, там все хотели вот именно такие вот кино. Конечно, и дайте мне, пожалуйста, вот копию вот этого платья, копию вот этой прически, копию вот этого макияжа, да? Да, то есть влияние обратно. И в эту сторону из жизни, конечно, если мы смотрим фильм или сериал, который очень красиво восстанавливает, вот как сейчас, точно так же выстреливший однажды в Голливуде, правда, который восстанавливает до мелочей ту эпоху, мы смотрим и думаем, да, точно, вот эти брюки, вот я видела на фоточках, да, там вот на родителях или там вот на каких-то звездах той эпохи. И нам очень важно, чтобы эта мода была не фейковая такая, да, а чтобы вот, чтобы эти вещи были настоящие. Ведь отличается. В винтаж входит то самое основное слово, которое сейчас, мне кажется, если там 10, вот эти 2000-е годы, да, когда гламур царил везде и вся, и там секонд-хенд – это было что-то, как я, конечно же, нет. Но сейчас это надо обязательно, если ты там стремишься быть в тренде. Да, 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 вот микс. Давайте будем соединять дизайнерские вещи и вот винтаж, то, что мы говорим, и звёзды не скрывают того, что да, действительно можно пойти в секонд-хенде, найти какую-нибудь удивительную сумку, которая туда попала из каких-нибудь таких же бабушкиных кладовок, какой-нибудь Сен-Лоран 1972 года. И, боже, это вещь, которой будет очень гордиться, конечно. Я прямо такую трогательную недавно читал историю, когда говорят, что крестильные рубашки, вот в которых крестили там саму Елизавету, там всех и там после неё, она пришла уже в Нигу, ну то есть сто лет этой несчастной рубашечке. И когда она стала рассыпаться, вот изготовили точную её копию, но более того, её вымачивали специально в английском чае, чтобы она точно так же пожелтела. То есть вот у неё был такой же вот вид, как вот той же, да, аутентичной, чтобы вот эта копия была абсолютно вот точной копией. Очень так прямо... А вот интересно, эффект, да, вот то, что они повторили, да, вот эту рубашку, они даже повторили цвет. Ну, ткань, даже если, допустим, они повторили рецепт вот ниток, из которых они потом сделали эту ткань, но ведь это же всё-таки копия, всё, это же уже неподлинная вещь. Ну, сложно сказать. Ну, это вот как раз вот ребёночка, которого Меган Маркл родила, вот его крестили в этой... Ну, то есть она уже развалилась, и они тогда изготовили, Елизавета сказала, сделать точную копию, и вот ещё... Будьте любезны, да, ещё на флотончик, тот же цвет, ещё, да, сто лет. Вот это вот. Что вы... По поводу копии, и вот того же фильма «Дьявол носит Прада», вот тогда героиня... Кто снимался? Мэрил Стрилд, да. Мэрил Стрилд, да. Значит, Анна Вентур, как прототип, да, и она вот этот долгий путь описывала, но сейчас, мне кажется, что этот путь очень сократился. И то, что мы видим, вот сейчас увидим, например, на рижской неделе моды, то, что видели в Милане, да, и на других неделях мода, уже в масс-маркет это попадёт весной. То есть если раньше как-то эти тренды, они доходили там через год, через два, сейчас уже всё это очень-очень быстро происходит. Да, и даже ещё быстрее, потому что, помнишь, этот совершенно невероятный бум, вот мы вспомнили английское королевское семейство, ну, кого же копируют больше всего, да? Это свадебное платье, той же самой Меган Маркл на второй день было поставлено на китайских сайтах свадебных платьях, потому что, что они делают, как только появляется первое фото, которое делают папарацци, они тут же их скидывают кому надо, назовём это так. Специально обученные люди. С фотографии тут же делают 3D-конструкцию, потому что это сейчас никакая не проблема, да? Они же крупно, детали какие-то сфотографированы, ещё что-то. Тут же китайские мастерицы в своих китайских подземельях, да, немедленно делают лекала и запускают в производство первое платье, которое шьётся, ну, конечно, это будет там стекловолокно какое-нибудь, да, искусственное там на свете, но копия будет очень близко к этому. И на второй день после того, как суперзвезда появляется в чём-то, эти платья, да, фейковые, да, копии, но очень близкие к оригиналу, появляются в продаже. Хотя мы все помним Алиэкспресс, ожидание реальности. Да, 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 ты прав, это очень близко. Но по факту, да, вот тут же вываливаются рекламные баннеры, да, ты можешь заказать точно такое же платье, как он Мэган Маркл, всего лишь за 99 юаней или ещё чего-то, я не знаю, каких-то денег. Вот, и находятся поклонницы, которые, естественно, с радостью подхватывают. Ждали этого дня специально. У нас сейчас будет небольшой перерыв, но перед этим я хочу сказать, что мы продолжаем принимать ваши варианты названия программы. журнал «Люблю» на «Болткоме». Утро. Утро, да, любые какие-то. Разговор. Вот тут вариант простенький «Люблю» на «Болткоме». Есть уже, пришел вариант «Дамские штучки». «Миль пардон мадам». Вот присылайте, продолжайте присылать, творите, придумывайте на номер WhatsApp. Здесь вас ждёт, да. Рис какой, ещё расскажём, косметический набор. Огромный косметический набор, красивый и полезный. Есть за что постараться. Да. 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-9-1. Присылайте ваши варианты, думайте над этим до конца часа, у вас ещё есть время. Ну, а пока вот коротенький небольшой перерыв. Микс-ньюс. Продолжается пока программа без названия. Ещё раз напомню, название придумываете вы, присылайте на номер 2-3-0-6-9-1. Без названия, но с любовью. С любовью большой. Главный редактор журнала «Люблю» Инна Авина. В студии Анастасия Смоловская, Олег Пекин вот на кнопках телефонных для поддержания разговора и Евгений Копеин за звукорежиссёрским пультом. Да, мы говорим про неделю моды и про то, что всё, что с ней связано. Мода в жизни женщины, мода в жизни мужчин. Неотъемлемая часть. Всё-таки вот это, да, тоже ещё один момент, который мы обсуждали до эфира. Взгляд мужчин на женскую моду. И для кого, это вечный вопрос, для кого одевается женщина. Для кого мы одеваемся? Для других женщин, для себя. Потому что есть там, женщина красит губы красной помадой, все обращают внимание, он говорит, я не для всех, я для себя. Вот мне так нравится, я там дома могу губы накрасить, ходить и радоваться. Милая, дамская ложь. Такое кокетство неприкрытое. Хочется сказать, ну, конечно. Давайте девушку и признаемся, что когда мы там, я не знаю, дома или на даче ходим, никого нет и до конца дня мы точно знаем, никого не будет. Прямо на каблуки становимся, помаду достаем. Да никогда в жизни, естественно. Думаю, что у нас примерно в голове три шкафа. И все те, которые ты только что назвала. В одном шкафу одежда для других людей, для женщин, на которых мы, думаем, произведем впечатление, либо просто вот мы выходим, чтобы одеться. Отдельный шкаф – это одежда для мужчин, которую мы надеваем, чтобы им понравиться. И третий шкаф – это одежда для себя, когда вот мы в люди не выходим, когда вот мы как-то остаемся сама с собой и кажется, ну да, действительно, вот эта вот шерстяная огромная кофта, она такая растянутая, ее никому показывать нельзя. Ну, выбросить же ее невозможно, правда? Нет, никогда. Я думаю, такая шерстяная кофта огромная, растянутая. Наверняка есть у всех, у каждой из нас. Треники, так называемые, какие-нибудь штаны старые. Условные треники, да, условные треники. Мужчины не слушайте, мы вам не покажем, но неправда у нас есть. Но домашняя одежда – это же тоже целая вот эта часть отдельной моды в том числе, это же там сейчас мягкие костюмы, они такие на ощупь приятные. Конечно, а меховые тапочки, да, вот эти вот сланцы из толстого меха, какая прелесть. Ну, они уже за пределы, мне кажется, домов вышли, на улицу тоже. Да-да-да, обязательно. Но дома, ну, логично, наверное, комфорт в первую очередь, удобство, мягкость. Ну, а где, если не дома тогда? И что касается красок, вот тут тоже хороший вопрос. Мы делали в журнале «Люблю» несколько раз обзоры домашней одежды. И женские мнения очень сильно разделились. Были поклонницы так называемого нюд-направления, то есть все такое бледно-розовое, бледно-голубое, нежное, жемчужное, такое сероватое. Вот я, кстати, узнала недавно название «Новый цвет». Я никогда о нем не слышала благодаря историку моды Александру Васильеву, которого мы все дружно уважаем. Журнал «Люблю нежно любит». Он у нас и рубрики ведет, и героем интервью часто является. Открылась на прошлой неделе выставка в Музее моды нашим рижском прекрасном, которая называется «Леди в кренолине», посвященная платьям середины XIX века. И один из экспонатов, значит, прекрасное платье такого нежно-серого цвета, как сказали бы мы, обычные люди. И Александр Васильев объясняет, что нет, это никакой не светло-серый. И что же вы такие дамы, вот уже необразованные, надо же понимать и разбираться. Немедленно нас образовал. Он делает это всегда очень красиво. И он говорит, в середине XIX века барон Осман взялся перестраивать центр Парижа. Ну, то есть, таким Лужковым выступил. Да, как москвичи бы, да, нас бы поняли сейчас, если кто-то слушает, начал улыбаться, я думаю, тот же. Парижский. Он очень много тогда разрушал из старых зданий, строились новые, прокладывались вот эти знаменитые, красивые, широкие улицы, проспекты и бульвары. Стояла в городе чудовищная пыль. Вот несколько лет, буквально пыльное облако, потому что все рушилось и строилось заново. И дамы, модницы и дизайнеры поняли, что бороться с этим шансов мало, практически никаких. И все черные, яркие оттенки ушли, потому что они покрывались пылью. Точно так же белый вышел резко из мода, потому что он становился вот этим вот пресловутым светло-серым. Цвет называется цвет парижской пыли. О-о-о! Красивое какое название. Вот теперь, глядя на ваши стены, мы, например, можем сказать, что эта краска или это стены на радиоболтку цвета утренней парижской пыли. Так обычный серый превращается в такое романтичное. Понимаете, да? Вот как совсем по-другому стала студия наша выглядеть. Что-то такое благородное появилось, а не офисное. То есть, условно говоря, этот маляр, который там, или строитель, который выходит, я в модном цвете серой парижской пыли. Да, да, да. Я вот актуальной парижской пыли. По поводу актуальной моды и, опять-таки, того, что мы видим на подиумах, всегда же делится на масс-маркет и вот этот люкс-сигмент, да, и часто задают вопрос женщины и сами себе, и окружающим, зачем, например, на какое-то пальто или пиджак, которое стоит, там, возможно, несколько сотен тратить, а может, иногда и несколько тысяч, тоже такое бывает. Конечно, конечно. Тратить, если в следующем сезоне, это уже точно выйдет из моды, и этот же там дом моды предложит уже совсем другие какие-то вещи. Предложит. Но он предложит обязательно такие варианты, которые будут очень близки к вот этой вот классике основной линейки, да, потому что пресловутый, например, ну, чтобы взять такое, бежевый тренч, да, вот мы точно знаем, сколько сезонов он в моде, и чтобы не было придумано новое, его вряд ли подвинут когда-либо с его почетного места. Точно так же, вот, например, перевернем страницу, да, вот черно-мужской смокинг. Сен-Лоран вел черно-смокинг для женщин в далекие 70-е годы, но, чтобы не происходило в модном мире, конечно, мы будем реагировать на модные тренды, но если есть в гардеробе такой черно-смокинг, он может как-то видоизменяться, да, он может быть однобортным, ну, классическая модель двубортная, он может быть двубортным-однобортным, да, безусловно будет меняться ткань. Но, ну, вот, основной силуэт и основной посыл этой одежды, он останется. И если это действительно дизайнерская вещь, которая стоит там несколько тысяч или несколько сотен, она не может выйти из моды за один сезон. То есть это точно на несколько... Да, 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 да. И очень остромодная, знаете как, тот же Александр Васильев учил, что остромодная вещь всегда нам кажется безобразной на второй день после того, как она выходит из моды. Вот остромодная через сезон, на это невозможно смотреть. Боже, ну как же вообще, ну как? Я сейчас, вот, например, в моде 70-х, например, вот когда я, господи, смотрю на кумиров, там, ну, рок-группы, которые это одевались, говоришь, господи, вот мужики в каких-то этих вот цветных страшных рубашках, в эти вот какие-то... В облегающих таких, да? Штаны-клёш. Да, этих штаны-клёш. Это же что это за маскарад какой-то? Это что за упыри? А они же ещё эти упыри в буа, помнишь, такие обматывались? Да, да, да. В перья какие-то наряжались, и брошки там, и каблучищи вот эти огромные, туфли на каблуках мужские же тоже были, да, и на платформах огромных. Вот, но тогда это казалось, ну, абсолютно актуально, нормально. Рожали себя так люди. Очень модно и здорово. Ну да, вот. И что касается подиума и журнала, почему подиум в журнале? Для того, чтобы видна была дизайнерская мысль. Для того, чтобы женщина, которая, естественно, или едет там на шопинг куда-то в Европу, или идёт в магазин, она могла, вспоминая образ, который увидела на подиуме, повторить или, ну, по крайней мере, то настроение, да, которое ей сообщил тот тренд, который ей понравился. Если, например, она увидит у нас в журнале, как наш стилист Симона Шульман подготовила красивый комплект, например, да, и сложила в определённом каком-то вот комплекте вещи, то это может всплыть, да, в памяти. И неизвестно, вспомнит ли эта дама о том, где она это увидела и как она это увидела. Но, по крайней мере, увидев в следующий раз джинсовую куртку с украшенными перьями, например, она уже не подумает Божию. Это что, дух каково вообще здесь вот выражен. А, понимаете, как бы вот в памяти всплывёт то, что да, это возможное сочетание, да, или пальто с вот с теми же самыми розовыми перьями, что да, это возможное сочетание. Таким образом, мы собираем как бы визуальные картинки, да, и мы формируем определённое настроение у человека, который потом пойдёт в магазин и, да, посмотрит с тоскою, например, ой, всё чёрное, да, или ой, мои любимые цвета земли, поздние свёклы, мхал от вискового. Ну, да, вот, ну, тренд такой вот. Или когда, например, мне точно так же стилист присылает материал, я открываю компьютер и говорю, Симона, почему у нас опять такие некрасивые вещи? Она говорит, вопрос не ко мне, вопрос к дизайнерам, которые вывели их на рынок за 5000 евро, допустим. И кто-то же покупает эти вещи, которые нам кажутся, может быть, некрасивыми. Может быть, это только нам кажется. И на самом деле… Потому что, может, вообще, касаясь моды, всё, ко всему роду. Всё субъективно. Всё может нам кажется. Естественно, потому что мы с тобой, например, смотрим и думаем, ну, почему такие странные сапоги? Я абсолютно точно знаю, что сейчас хит-продаж, то, что называется, рвёт вообще все топы. Это сапоги с голенищем-гармошкой. Вот такие, как у нас тут вот на девятой странице в журнале «Люблю». Моложебный роман сразу. Вот, Настя, да! Хочу прям обнять тебя, да. Я вот даже думаю, что каждый по-своему видит эти замечательные сапоги. Кто-то прям вот радуется невероятно, что они вернулись в моду, будет носить их, не снимая. И вообще себя потрясающе круто чувствовать. И я радуюсь за этих женщин. Сама буду носить что-нибудь другое, например. Ну, вот по поводу Олега уже упомянул, да, вот 70-е, сейчас мода возвращается в 80-е, 90-е, какая-то она, возможно, переосмысленная, но это уже не кажется, если человек наденет штаны с высокой талии, какой-нибудь там троп-топ тонкий, короткий, да, это уже не кажется, что он на какой-то маскарад собрался. То есть это вполне себе естественно и существует. Если, да, если выдержан стиль, и если… Вот тут вот очень тонкая грань между тем, что оделась в темноте, знаете, вот есть такой стиль, когда выходит человек, и ты думаешь, ну да, наверное, одевалась без света, не понимает, что на тебя надела. И стиль, ну вот условно, городской сумасшедший. Ты понимаешь, что женщина очень странно выглядит, но потом присматриваешься, понимаешь, что вот эта городская сумасшедшая одевалась, скорее всего, и продумывала этот наряд, да, несколько дней, а может быть, там даже стилист поработал над этим нарядом. Вот, и есть стиль, который, ну вот, да, ты понимаешь, что просто вот вытащила первое попавшееся из шкафа. Это только на первый взгляд, вот эти вот безумные, то, что называется в кавычках, комплекты похоже, но нет, потому что стиль всегда отличает тщательность, и сочетание даже самых безумных вещей, собранные в один комплект, в один микс, они всё-таки всегда как бы, ну, как бы поддерживают или цитируют друг друга. Тогда это стиль. Если это просто нахватанные вещи из шкафа, то мы никогда не уловим гармонию. А гармония, в принципе, это, знаете, как вот фальшивая нота. Вот даже если у человека нет абсолютного слуха, он, может быть, не объяснит, что не так. Но если кто-то будет играть фальшиво на скрипке, он просто не сможет это слушать. И он не сможет объяснить, может быть, да, вот, что. Но это внутренний такой камертон в каждом из нас. Точно так же и с модой. Это только мы так вот думаем, что, ой, нет, я в моде ничего не понимаю. Вот, Олег, я возвращаю тебе. Точно всё понятно. А у меня другая даже скорее ассоциация не с миром музыки, а с миром искусства, когда мы говорим, боже мой, ну, вот эти там художники, абстракционисты. Но, тем не менее, всё-таки вот в музее висят не каляки-маляки, там, ну, каляки-маляки ребёнка, который ничего не стоит. Вроде кажется то же самое, как будто бы художник, плеснул краску, но если это он сделал концептуально, с каким-то, ну, с идеей, со стилем, то да, вот искусство говорит, нет, это стоит миллион долларов. Мы разводим руками, говорит, да у меня ребёнок так. Нет, вот ваш ребёнок. Вот, а для этого всегда, и у нас есть, кстати, потрясающая возможность, можно поехать в город Даугавпилс, который всего-то в четырёх часах езды от нас находится, и сходить в музей великого нашего соотечественника Марка Ротко, чьи картины действительно стоят десятки миллионов… И сотни даже. Да, и сотни даже. И сесть, и посмотреть, что такое вот эти вот цветные полосы. Боже мой, да, вот это вот прекрасный пример, который ты привёл, который называется, ну вот это что, вот просто там три полоски, да, вот синяя, бордовая и чёрная. Ну, это какая-то ерунда. Или там, ну, в конце концов, там находится просто синее полотно, да, там даже полосок нет. Вы же просто синий-синий. Вот. Эффект удивительный, удивительный. Эти полотна, ну вот, и экскурсовод объясняет, ну и самому можно загуглить, почитать. Они как будто бы втягивают в тебя в это пространство. Когда я первый раз смотрела, я ехала абсолютно скептично. Я ещё детей своих тинейджеров с собой взяла, и мы ехали со словами, ну, удивительный меня. Чем-чем расширить, да, да, да. Да, сели, стали смотреть. Я понимаю, что я девушка эмоциональная, впечатлительная, ну, практически до слёз. Но не сразу. Но что-то происходит. И не зря же он эти картины рисовал много дней, месяцев. Вот это же не просто краска. Вот что он делал? Какую он энергию туда вкладывал? Почему это происходит? Невозможно объяснить. Но чудо есть. По поводу экскурсовода. Мне кажется, что как раз-таки вот эта задача журналов во многом тоже, в том числе, и объяснять моду. Потому что вот как там художники должны, или мы там должны зайти в Google и понять, что художник вкладывал, вот когда рисовал это, или там что режиссёр думал, когда вот он снимал это. Также с модой иногда её надо объяснять. Да, и если с искусством тут ещё возможны какие-то интуитивные вещи, с модой, конечно, интуитивно тоже возможно. Но врождённое чувство вкуса и стиля – это как с музыкальным слухом. В генетической лотерее мы все выигрываем разные вещи. Ну, кто-то вот выигрывал, а кто-то, например, нет. Но слава Богу, этому можно обучиться совершенно спокойно, просто изучая предмет. Надо понимать, какой у тебя тип фигуры, что тебе идёт или не идёт. Надо понимать, желательно, свой цветотип, то есть понимать, что к лицу, что не к лицу. Для этого есть прекрасное упражнение, очень лёгкое. Прийти в магазин, где продаются платки. Их, как правило, очень много, палитра самая разная. И платки прикладывать к лицу, потому что есть зона портрета. И когда женщина говорит, мне не идёт красное, никогда не идёт ничего. Мы убираем красный цвет из зоны портрета до груди, от лица. И носим, например, красные джинсы или красную юбку или красные сапоги. И понимаем, да нет, всё в порядке, потому что у лица будет тот цвет, который ей идёт. К примеру, допустим, если это тёплый тип. Бежевый или такой мягкий, тёплый оранжевый, тёплый жёлтый. Жёлтый есть и холодный, и тёплый. Ну, вот какие-то тёплые оттенки. А внизу носим то, что модно, но как будто бы женщина решает, что мне это не идёт. И всё сочетается прекрасно. Но цвет же тоже, вот ты упомянула, что холодный и тёплый, когда там с красной помадой, мне кажется, вот несколько лет назад тоже такая революция произошла, когда были женщины, которые красная помада – это не моё. И потом визажисты тоже начали объяснять, и, возможно, там и интернет тоже сыграл свою роль, что красный бывает настолько разным, и каждая женщина может подобрать себе свой красный цвет. Это то, что называется «красная помада, она всех не». Не надо говорить, что это не моё или я никогда. Да, на самом деле абсолютно любую вещь, любой цвет, любой фасон, любую текстуру можно подобрать любой женщине с любой фигурой. И у нас в журнале есть рубрика, я её лично обожаю. Например, модный тренд. Ну, вот, допустим, не знаю, сапоги-чулки на платформе. Вот такое вот то, что… Предлагают. 100% будет уходить в рубрику «я никогда». И тогда мы делаем несколько вариантов. Ты юная, ты взрослая, ты зрелая, ты консервативная, ты смелая. Ну, несколько типажей. И мы показываем, как, соотнося себя к определённому типажу, носить эту ультрамодную вещь. Так вот, варианты есть всегда. Найти можно. Ну, это, кстати, вот «я не» – это тоже ещё один момент, который, например, 10-15 лет назад, я бы сказала, «я никогда нет, высокие штаны нет, я поколение, которое на коротких джинсах, так, чтобы там, простите, трусы вылазили и прочее, прочее». Что такое эти ваши высокие талии? Да, а сейчас, я думаю, как без них вообще можно быть? Это же просто невозможно. Если 10-15 лет назад, я бы сказала, категорическое «нет», сейчас уже, ну, то есть тоже со временем, наверное, вкусы меняются и предпочтения меняются. Конечно. И мода, нам только кажется, что она меняется стремительно. На самом деле в журнале очень частая фраза «по-прежнему в тренде», ну, допустим, шотландская клетка. И вот эта шотландская клетка, может быть, она остро-модный тренд год назад, потом она просто в тренде год, и потом мы ещё год донашиваем. После этого она уже считается немодной, подвержена, там её уже предали анафеме и так далее, модные люди, стилисты и дизайнеры. Ну, тогда она, наконец-таки, приходит в масс-маркет, и её, эту клетку, которую уже предали анафеме, начинает носить широкая общественность. В общем-то, ни капли не смущаясь тем, что как бы вот они слегка не в тренде, но если эти вещи удобные, да, если они плюс-минус соответствуют, ну, качеству или представлению людей о качестве, которое их покупают, то да, они их будут носить. И да, в общем-то, в этом нет ничего плохого, потому что модные подиумы в этот момент им готовят следующие направления, следующие тренды, которые настигнут нас, ну, вот не на второй день, как после свадебного платья Меган Маркл, ну, через сезон, через два, допустим, через три. А как возвращаются в моду? Ну, вот, условно говоря, все ходят в этой шотландской клетке, а вот как тогда сделать, чтобы она снова стала модной? Должно пройти не меньше семи, а лучше десяти лет. Сменяется цикл, да, вот мода цитируется спустя какое-то определённое время. Вот, когда мы читаем «в моде 70-е», это не означает, что можно достать из шкафа, да, вот бабушкину круглую сумку или вот эти вот смешные туфли и так далее. Это цитаты, мода всегда возвращается цитатами. И вот эти вот смешные сапоги-чулки на толстенной платформе мы видим в фильме «Служебный роман». Вот я сейчас сходу не скажу, какого он года. Ну, наверное, какого-то начала 80-х может быть? Нет, 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 это 70-е годы. 70-е. Сейчас я скажу, вот «Служебный роман» вышел в 78-м году. Вот, видишь, то есть в моде 70-е. Вот эти прекрасные сапоги, которые мы с Настей сегодня обсудили на девятой странице. Точно такие же сапоги примеряла секретарша героини Вера Хиджаковой. Казалось бы, но на самом деле они же не такие. И если мы принесем такие сапоги из магазина и поставим рядом, ну, мало ли, бабушкины на антресолях где-то там или в кладовочке стоят себе красиво в коробочке, поставим рядом, мы увидим, что они вообще другие. Нам только кажется, что они точно такие, потому что и носок по-другому оформлен, и каблук не такой, и протектор не такой, и сегодняшние выглядят остромодными, а те выглядят в любом случае бабушкиными. И отлично годятся для костюмированной вечеринки в стиле 70-х, да, или для съемок фильма там «Однажды в Голливуде», если мы будем снимать, или для спектакля, да, если там стилист работает, допустим. Иногда важно найти аутентичные вот винтажные вещи для того, чтобы спектакль воспринимался, ну, органично. И мы, люди, в зрительном зале всегда видим, это действительно винтажные вот эти вот секонд-хендов старые вещи, или это современные, которые нам выдают за старинные. Вот этот вот камертон внутренний, как про музыку или про картины, он тоже срабатывает, да, вот объяснить. Как крестильная рубашка. С травами, да, словами сложно, но вот рубашка вот с длинными, знаете, смешными такими вот воротниками, вот их же сейчас все-таки не полностью повторяют, их цитируют, эти воротники. Ну, а мы напомним, что не только о моде программа, которую сегодня мы представляем, так что в будущем тема актуальна, и, наверное, если по журналу пройтись, то понятно, что женщины – это не только о моде, это и здоровье, и внутреннее здоровье, и внешнее здоровье, да, то есть это очень… И отношение, и любовь, конечно, отношение с любимым человеком. Как же без этого, конечно, и даже вера в магию, в мистику. Мы даже вот это можем себе позволить, конечно. И путешествия, кстати. И путешествия, и чудеса, и вкусные рецепты. Вот сегодня вышел журнал «Люблю еженедельник», мы готовимся к встрече Хэллоуина, но мы не предлагаем всем обязательно раскрашиваться и рожки примерять. Можно, например, приготовить вкусный ужин из тыквы. Кто же откажется от такого Хэллоуина? Ну, мне больше всего, я прям ностальгию какую-то испытала от женщины, вот эти рыжие из чертовщинки. От рыжих женщин? Да, и, ну, конечно, Алла Пугачёвой и любимая моя Джулиана Мурру. Прям не смотрю на фотографию, не могу оторваться. Ну, красавицы же они, правда? Есть в них немного, а в ком-то и немало этого ведьмовства. Как же без этого. Как раз Хэллоуина. Ну да, да, рыжеволосцы. Что с названиями у нас? Ну, с названиями, я думаю, что мы уже просто времени нету, подведем итоги и огласим все это в следующем, уже во время следующей встречи. В 10 утра, среда, встречайте программу, которая будет рассказывать не только о свежем номере журнала «Люблю», но и о женских штучках, проблемах и счастьях. Вот еще вот смотрите, из предложенных «Ориентир люблю», еще раз про «Люблю», «Люблю утро», «Настройся на лучшее». Вот такие варианты. Ну, то есть нам есть, что пообсуждать. Есть о чем подумать. Нам есть о чем подумать, да. Мы настроимся, «Люблю болтком», «Уроки любви», «Делись любовью». Вариантов очень много. Вы посмотрите, как с утра-то, а? Мне кажется, очень трогательно так вот реагируют слушатели. Спасибо. Главный редактор журнала «Люблю» и Навина. Спасибо. И встречаемся через неделю. Спасибо.